Соревнования гандболистов во Владивостоке, к сожалению, не собирают уйму зрителей. Однако пропустить открытое первенство края среди юношей и девушек многие любители этого вида спорта не смогли. Этот групповой турнир является самым важным событием в приморском гандболе. Соревнования эти у нас самые ответственные за весь год. И тем более выявление сильнейших команд для участия в 8-летнем спартаке, для учащихся России. И это проверяется их подготовленность. И поэтому дальнейшее будущее, да, это они у нас участвуют в спартаке. Соревнования проходят по групповой системе. На поле встречаются 12 команд со всего края. 8 мужских и 4 женских. Большая часть участников из Владивостока. В нашем городе, как отмечают тренеры, за последний год произошел настоящий бум в гандболе. Причина тому – результаты сборной России на последних Олимпийских играх. В этом году намного больше стало так, как наша сборная России девушек Олимпиаду выиграла. И там у нас звонков куча в нашу детско-юношескую спортивную школу. Там все узнают, спрашивают. Да, безусловно, это дало вообще толчок, грубо говоря. А вот соседи качеством и количеством гандбола, увы, не радуют. Первенство края каждый год, по сути, превращается в первенство Владивостока и еще пары приезжих команд. О чемпионатах на уровне Дальнего Востока и вовсе речи не идет. Но ребята все равно находят способы заявить о своем коллективе. Оля, например, очень любит гандбол. И отсутствие женской сборной в родной Константиновке ее не пугает. Выступает наравне с парнями. Когда у нас гандбол появился совсем недавно, и много стало туда ходить, ну, мне стало интересно, что за игра. И со временем как-то, ну, понравилось. Задействована вся группа мышц, поэтому я осталась заниматься. И со временем девочки перестали ходить, и я осталась среди мальчиков одна. Ну, и решили, что я занимаюсь наравне с ними, меня взяли к себе, чтобы просто так я не ходила. Как и в случае женской российской сборной, местные девушки в гандболе тоже имеют больший успех, чем парни. Пример тому команда от детско-юношеской спортивной школы «Русич», которая уже практически постоянный гость на всероссийских соревнованиях. Девушки сейчас, в данный момент, тоже находятся на полуфинальных соревнованиях, да, они в Тольятти. Вот, ну, пока что по результатам они проигрывают, конечно. Но все равно это для них богатый опыт. Ну, там команда намного уровня классом выше. Стоит отметить, что местная федерация по приказу президента России сейчас готовит план, по которому гандбол станет одним из центральных видов спорта во Владивостоке и в целом в крае. Уже совсем скоро, как обещают специалисты, этот вид спорта заживет здесь совсем другой жизнью. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.